Добрый день! Сегодня сделаю обзор на станок, который был собран в городе Иваново по моим чертежам. Станок для копилок и ротационного литья. Значит, общий вид станка. Первое. Подшипниковый узел. Закреплен на основании в виде трапеции. Дальше. Дальше. Общие моменты, на которые стоит обратить внимание при сборке станка. Вид сбоку. Первое. Это, конечно, профтруба. Профтруба. Размеры 60 на 40. 60 на 40. Стенка 3. Толщина стенки 3 мм. Это придает дополнительную жесткость станку. Дальше. По всему периметру внутренней рамки выполнены такие петли. Петли позволяют надежно и эффективно фиксировать формы на станке. Формы на станке фиксируются при помощи автомобильной стяжки. Дальше. Еще один момент. Общая высота станка до подшипниковой опоры должна быть не более 800 мм. Данный станок был выполнен на двух подшипниковых узлах. Первый. Вот эта рамка. Крепится к подшипниковому узлу. На двух подшипниковых узлах. Вот второй подшипниковый узел. Два подшипниковых узла увеличили общую высоту станка. За счет чего стало не совсем удобно устанавливать и снимать формы со станка. На это тоже хочу обратить ваше внимание при сборке. То есть на станке работать должно быть удобно. Следующий момент. Все узлы на станке должны быть ремонтно пригодными, а именно разборными. Приваривать вал к звездочке ни в коем случае нельзя. По крайней мере я не советую. Узел должен быть ремонтно пригодным, а значит разборным. Это конечно удерживляет общую конструкцию станка и ускоряет сроки изготовления. Но делать таким образом я бы крайне не рекомендовал. Узлы на станке должны быть разборными и ремонтно пригодными. На это обращаю ваше внимание. Я так делать не советовал. То есть надо, чтобы узел был разборным. Дальше. Как крепится большая звездочка к корпусу редуктора? Покажу поближе. Вот он корпус редуктора. Вот мотор-редуктор. Общий вид. Звездочка крепится к корпусу при помощи фланца, который прикручивается на стандартные отверстия редуктора. То есть через его стандартные болты. Вытачивается такая проставка или труба приваривается к этому фланцу. И к этой трубе уже приваривается сама звездочка. Звездочка у нас неподвижна. Она не вращается. Из центра этого узла выходит выходной вал редуктора, который и вращает большую рамку станка. То есть звездочка не вращается. А вот вал и рамка вращаются. Узел статичен. Вот в этом случае выполнен правильно. Он разборный и ремонтно пригодный. Дальше. Часто задаете вопрос, как выбрать мотор-редуктор. Советую использовать как константу. Готовое решение. Мощность электродвигателя 550 Вт. Количество оборотов 1360. Передаточное у редуктора 1 к 60. Запомните эти параметры. Найдите точно такой же узел и живите богато. Дальше. Еще один момент, на который хотел бы тоже обратить особое внимание. Когда будете делать корзину, корзина должна быть жесткая. То есть у нее не должны быть такие вот деформации. Посмотрите. Корзина в данном случае прогинается. Когда начнете фиксировать форму на станке при помощи автомобильных стяжек. Вот, кстати, сама форма. Появляются люфты, которые при эксплуатации в дальнейшем могут сказаться на качестве ваших готовых продукций и изделиях. Вот вторая форма. Неважно, какие формы вы используете в своем производстве. Такие или такие. Главное, чтобы у вас рамка ваша была, которая выполнена из сетки или из профтрубы, не прогиналась. То есть вы начнете автомобильной стяжкой затягивать. И она у вас должна быть жестко зафиксирована. На это тоже обращаю особое внимание. Это все моменты основные, на которые я заострил специально внимание, чтобы в дальнейшем этих ошибок вы при сборке станка не допускали. Делайте качественно, делайте хорошо. Но я желаю успехов.